И всем привет, с вами я Фагват, и как я обещал, я снимаю видео о скриптинге видео. Ещё сложного не будет, но научитесь полезным вещам. Наберём 100 лайков, и я выпускаю следующий гайд. А в общем, смотрите, мы можем добавить скрипт на Magic Tree. А на самом деле, если вы не умеете скриптить, то настоятельно рекомендую хотя бы научиться. У меня есть как минимум 9-8 гайдов по скриптингу, хотя может где-то 6-5, я уже не помню. И полгода назад мы с ними снимал. В общем, тогда мы ставим плейнг на... убираем галочку. А здесь мы пишем, например, вейт 15, скрипт точка парен. А тот, кто не... ну, я расскажу сейчас поподробнее, вдруг вы впервые видите эти скрипты, строчки и знаки. Вообще, что это за символы какие-то египетские. В общем, скрипт... это скрипт наш, ну где мы пишем? И точка парен, ну точка это как пробел в мире скриптов. Парен, то есть родитель скрипта. Родитель это считается magic trick. В общем, мы указываем пальцем на этот magic trick. Ну, Black Lives Matter, окей. И давайте... ну, практически все функции, которые пишутся потом после точки, они есть тут. То есть, если вы хотите какой-то параметр тут изменить, тогда вы это 100% сможете изменить. То есть, вот, например, playing. Проще всего, просто пишем playing равно и true. То есть, равно это присваивание. True, типа да, нет. Fails. То есть, fails это выключать, true включать. Вот, то есть, мы возвращаемся к этому параметру, и мы можем включать, либо выключать. На всякий случай, 2 равно это означает, если. Ну, типа такое. Это довольно-таки, даже проще всего сказать, для начинающего скриптера. Начинающий скрипт, можно сказать. Его могут освоить и освоить и понять даже новички. Так что смотрим. Секунд 10, наверное, еще 5 осталось. Я, возможно, даже... А, нет. В общем, вот. Звук даже в видео есть. О, это adopt me? Я не уверен, но это, возможно, adopt me. В общем, вот. То же самое мы можем провернуть и с looping. Ну, looped равно fails или true. Ну, fails, да. Нет, true, да. А также мы можем посмотреть на другие параметры. Например, time position. Time position, оно есть и в звуках. То есть, сейчас я добавлю какой-нибудь аудио. Ну, без звука, конечно же. Но тут тоже есть такой параметр. Time position. Оно есть во всех всяких звуках, видео и прочих, что идет что-то. Ну, время какое-то. И у всех таких объектов, которые длятся какое-то время, есть погасатель time position, что означает... Кстати, вы можете посмотреть чуть выше, сколько всего видео идет, либо звук в секундах. Также в миллисекундах. Тут ровно 7 секунд. Roblox перфекционисты. Поэтому нам повезло, разработчикам, не надо будет всякими миллисекунды писать, но не суть. Time position, то есть, с какого будет момента начинаться или играться видео. То есть, давайте поставим на 0. То есть, с самого начала. Сейчас playing true. Давайте поставим в 8 секунд. Потом еще wait 4. Script.paren тот же самый. И time position. Просто 0 ставим. Можно так же 1, 2, ну, в секундах указывается. Надеюсь, я ясно все рассказал. Сейчас даже посмотрим на результат наш. Смотрим. Вот, да. Вот. Даже видео не успел проиграться. Оно прям на нулевую позицию установилось. Это очень здорово, но вы такое можете проворачивать для каких-нибудь повторов, багфиксов и прочее. Но это довольно-таки полезная фича. Чтобы это все скриптовать, вдруг вы смотрите видео, там быстро распидраните его. Чтобы писать этот скрипт, ну, а максимум 5-10 минут потребуется, чтобы освоить его полностью. И потом уже применять в других областях. То есть, если вы выучите эту срочку, то вы уже сможете регулировать все звуки, например. И это все не только к одной области. Так что вот. Также script.paren действует ко всем видам скриптов. То есть, есть 3 вида скрипта. Module Script, Local Script, как его называют, уземный. И обычный скрипт. Вот. Есть 3 вида скрипта. Они все действуют по типу script.paren. Что у нас еще есть тут? Есть volume, можно также звук изменить. Но я думаю, как вы знаете, как это сделать. Просто пишем volume. И там, например, 5. Это уже будет какой-то скример. Ладно. Давайте удалим этот скрипт. В принципе, уже повод для гордости, если вы начинающий в Roblox Studio. Но. А сейчас мы осмотрим скриптинг второго типа видео. Можно сделать этот скрипт, чтобы после проигрывания видео у нас оно просто удалялось. Ну, включал. Пишем тогда wait. 695. В принципе, почти что 7 секунд. Скрипт .paren. Deстрой. Просто удаляется спустя 7 секунд. Ну, столько видео и идет. А Deстрой у нас просто удаляется видео. Ой, стойте, подождите. Надо скрипт именно в видео засунуть. Хотя можно и в ScreenWi. Но тогда удалится весь ScreenWi со всеми объекторами, которые в нем находятся. А вот, видео у нас выключилось, но это только потому, что, ну, там даже половина видео не успела проиграться. Это потому, что само по себе скрипт начал работать быстрее, чем видео, но раньше. И это фиксится довольно-таки просто. А мы просто увеличиваем время. Вот. То есть, вот так увеличивается. Просто игрок спаунится. Само видео оно появляется. Ну, оно просто еще новое, забагованное немного. Оно спаунится, но само видео не начинается играться. Но оно существует. Поэтому скрипт там быстрее загружается, чем само видео. И поэтому оно удаляется раньше. Поэтому вот. Надеюсь, вы поняли, как работает видео. Как их добавлять, как их использовать. Как с ними работать. И что это такое за SCP такое. Если вам было это видео полезно, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если хотите побольше гайдов и контента по Roblox Studio. Ну, а что ж, с вами был Фобот и всем пока.